Вильюси облили кетчупом писателя Виктора Шендеровича. О том, как же так вышло, что участники мирного сопротивления теперь сопротивляются друг другу, вам расскажет Олег Кашин. Привет, Илья. Имя Виктора Шендеровича я, как, наверное, все советские люди, впервые услышал в конце 80-х, когда он дебютировал с монологом. Его читал Геннадий Хазанов в «Деревне Гадюки на дожди». Можно было потом наблюдать, как их раскидала жизнь. Хазанов превратился в системного деятеля искусства. А Шендерович стал таким диссидентом, который по поводу и без повода цитировать Станислава Ежелеца. И я помню, как в какой-то заочной полеме, Ким Хазанов тоже процитировал, обращаясь к Шендеровичу Ежелеца, его афоризм, что несгибаемый позвоночник иногда это признак паралича. Откровенно говоря, Виктор Шендерович так и выглядел человек, который как бы парализован своим диссидентством Олимпиады 14-го года, наверное, высшая точка народного счастья в 21-м веке, когда мы все радовались, да, смотрели открытие, и только Виктор Анатольевич бугнил в колонке на тему Олимпиады, что она такая же, как у в 1936 году. Это действительно раздражало. Когда его теперь атакуют какие-то радикальные хулиганы, ну понятно, кто это должен быть, какие-то радикальные зет-патриоты. А нет, это были люди с украинскими флагами, и хотя главный человек, обливавший его кетчупом, гражданин России, я не думаю, что это провокатор, потому что в образе этого человека с кетчупом к Шендеровичу подходит вот тот черно-белый мир, в котором сегодня живет большинство людей, неважно, как они относятся к российско-украинской войне.